Весной пробуждается природа и вместе с ней обостряются хронические заболевания, в том числе кожные. Вот любопытный факт, несмотря на то, что кожа самый большой орган человека, отношение к ней зачастую пренебрежительное. Ну, что-то высыпало, что-то зачесалось, само пройдет, или можно чем-нибудь помазать. Вот почему так делать нельзя, об этом в ближайшие полчаса. Меня зовут Инна Сапанченко, здравствуйте. Субтитры создавал DimaTorzok Программа выходит при поддержке Министерства здравоохранения Самарской области, Самарской областной ассоциации врачей и информационной поддержки журнала «Личный врач». Это программа «Звоните доктору». Знакомьтесь, сегодня дежурный врач нашей скорой телевизионной помощи. Рауф Ихтяров, врач-дерматовенеролог, заведующий консультативно-диагностическим отделением номер 3 Самарского кожно-венерологического диспансера. Здравствуйте. Добрый день. Врач вашей категории еще не добавила. И мы работаем в прямом эфире. Телефон для звонков 202-11-22. Периодически вы будете видеть этот номер на экране, и к нам в студию можно позвонить. Итак, весна. Все мы так ее ждали с нетерпением всю зиму, когда же, наконец, придет тепло. И вот не все сейчас радуются. А все-таки почему именно весной обостряются, ну, мы в данном случае о кожных заболеваниях, да? Да, к сожалению, с приходом весны большинство кожных заболеваний, особенно это хронические кожные заболевания, происходит обострение. Такие заболевания, как атопические дерматиты, это экземы, это дискоидная красная волчанка. Почему? Потому что с весны, с активностью солнца, как раз-таки происходит реакция как раз и при красной волчанке. Почему именно весной? К сожалению, весной происходит, скажем, аллергизация данных пациентов. Это экзогенные факторы, которые приводят к обострению. Это цветение растений. Вот сейчас цветут деревья, всходит трава, скажем так, всходит. И весенний пыль после зимней, как раз-таки таяние снегов. И это все приводит к обострению как раз-таки хронических кожных заболеваний. Атопический дерматит, в своем роде, это генетически детерминированное мультифакториальное заболевание кожи, которое имеет тенденцию к течению хронического характера. Вот если вы начали с атопического дерматита, означает ли это, что вы его ставите на первом месте в плане массовости заболевания? Да, к сожалению, если брать из аллергических заболеваний кожи, на первом месте как раз-таки особняком стоит атопический дерматит. В большинстве случаев это практически с рождения данный пациент страдает данным заболеванием. И с возрастом, конечно, протекает более, скажем так, легче, чем ранним периодом. И почему? Потому что пациент уже учится жить данным заболеванием, контролировать, и в период обострения как раз-таки начинать терапию. Не вылечивается окончательно? К сожалению, полностью вылечить атопический дерматит не является возможным. Но мы на фоне лечения и в первую очередь как раз-таки обучения пациента, как себя вести, как с этим и жить, в дальнейшем уже происходит, скажем так, протекает данное заболевание достаточно в облегченной форме. И когда уже более старшем возрасте, процесс, скажем так, протекает не сильно выраженным клиническим проявлением. И с происходом весны, как раз егзогенный фактор, который мы назвали, как раз и является триггерами как раз-таки обострения данного процесса. На сегодняшний день в Самарской областной кожной нейрологической диспансере таких пациентов на диспансерном учете состоит более 2,5 тысячи людей. Есть даже такая цифра. Да. И из них как раз-таки диспансерным наблюдением охвачено 97%. Это большая цифра. Как раз-таки за каждым пациентом идет наблюдение. Данный пациент у нас ежегодно, несколько раз проходит как раз-таки осмотр, обследование. И проводятся соответствующие анализы. При необходимости проводится корректировка по лечению. А как он проявляется? Вот какие признаки атопического дерматита? Атопический дерматит, в первую очередь, проявляется зудом. И сухости кожных покровов. Излюбленная локализация. Это локтевые изгибы, подколенные ямки. Это высыпание на кожу шеи, лица. И проявляется различным характером высыпания, таким как папулы, пятнами, лихинификацией. Шелушение часто сопровождается кожа. Ну, самый основной признак – это зуд, который, скажем, ухудшает качество жизни пациентов. Правильно я вас поняла, что это может произойти еще с младенчества, то есть возраст здесь пациентов не является каким-то ограничением? К сожалению, атопический дерматит может проявиться с первых дней жизни. И то, что как раз-таки сложно возникает, что и порой не все медикаментозные терапии подходят таким пациентам. Ну, с каждым, как я и сказал, и с возрастом потихонечку процесс, скажем так, становится легче. Вот. И как раз-таки почему генетит-детерминирование? Если смотреть, то таких пациентов родители, то есть один из родителей, либо бабушек, дедушек, как раз-таки тоже страдает хроническим кожным заболеванием. Либо это атопиш-дерматит, либо это экзематозный процесс. И часто такие пациенты сочетаются с бронхиальной астмой, которая есть. Аллергический ринит также встречается у таких пациентов. К сожалению, атопический дерматит не единолично присутствует, потому что есть и аллергический ринит, сопровождается таких пациентов. И большинство из них это бронхиальная астма, что усугубляет как раз-таки течение атопического дерматита. Вот. А также, если говорите и о других заболеваниях, кроме если атопический дерматит. Давайте сейчас о них поговорим. Я только нашим зрителям еще раз напомню, что сегодня у нас в студии врач-дерматовенеролог Рауф Ихтиаров. И мы говорим, ну вот в данный момент, об обострении кожных хронических заболеваний с наступлением весны. Еще раз информация о том, что мы работаем в прямом эфире. И к нам в студию можно позвонить, 202-11-22. Кто у нас в рейтинге, что у нас в рейтинге идет в следующем, что беспокоит дерматовенеролога? Если говорить про аллергические заболевания, то на следующем месте это экзема. Экзема, хронические аллергические, рецидивирующие аллергические заболевания, проявляются полиморфизмом высыпаний. Как раз таки, почему весной характерно для данного заболевания обострения. Как я уже говорил, то, что с весны возникает, происходит цветение растений. И в том числе многие у нас устремляются работать над дачной участкой. И как раз происходит контакт у таких людей с различными растениями, которые могут привести к обострению. И не только с растениями, а различными химикатами. Это все, в свою очередь, является обостряющим фактором. И как раз таки с приходом весны таких пациентов становится больше. Не то, что становится больше, они, скажем так, обостряются большей частью. Они уже вынуждены обращаться к вам, да? Ну, конечно. И мы всегда, скажем так, таких пациентов ведем прием. И такие пациенты, которые хроническим заболеваниям, они у нас все известны. Это и появляются, если это те заболевания, которые вновь возникшие, например, экзематозные процессы. Которые могут в любом возрасте появиться. И дальше протекать в хронической форме. И такие же пациенты также как раз таки нами берутся на диспансерный учет. И за ними ведется диспансерное наблюдение. И чтобы данные пациенты у нас из поля зрения не пропадали, мы ежеквартально таких пациентов смотрим. Если кто-то не был на приеме, мы этих пациентов обзваниваем, приглашаем на прием. Вот, потому что смотрим состояние кожи. Если нуждается коррекция лечения, мы назначаем лечение, обследование. Вот, и таких пациентов, особенно мой весенний период, до наступления весны, приглашаем с учетом того, что подготовить того, что как раз таки что можно, что нельзя, чтобы не было вот таких обострений. Если возникает обострение, мы всегда предупреждаем, что не нужно тянуть время, не заниматься самолечением, обращаться как раз таки в профильное учреждение. Получается, что очень полезно состоять у вас на учете. Если сам забыл, что-то отвлекся, то позвонят и напомнят. Конечно, мы любого, как сказал пациента, мы каждого, который стоит у нас на диспансерном учете, отслеживаем. И если кто-то есть, у нас пациенты сознательные, которые сами ходят постоянно. А есть, которые, как у нас бывает, постоянно некогда. Или забыла, или... Не беспокоит. Или там, ну, кремом помазал, стало, как говорят, полегче. И там завтра пойду или послезавтра. Вот. И таких пациентов мы, соответственно, следим и, соответственно, приглашаем на прием. И особенно у нас очень хорошо развито междисплинарное взаимодействие. Вот. По причине главного врача областного кожного диспансера Ильдар Гаммешакурова, мы тесно работаем с нашими коллегами, которые в поликлиниках. Таких пациентов мы направлены на консультацию по месту жителей поликлиники, где мы рекомендуем пройти диспансеризацию. В рамках диспансеризации как раз-таки они проходят тех специалистов, которые тоже нам нужны. Мы отслеживали, скажем, пациентов, если есть соматическое заболевание, параллельно нашему заболеванию. Если мы устраняем соматическое заболевание, наше заболевание тоже протекает, скажем, в более легкой форме и менее обостряется. То есть сонация очагов хронической инфекции – это немаловажная, скажем так, работа, которую нужно проводить. На этом фоне и такие пациенты, когда нет очагов хронической инфекции, и, скажем, эндоген фактор отсутствует, и обострение происходит реже. Скажите, а насколько сложно вот эти заболевания поддаются утихомириванию? То есть как сложно, сложный ли курс лечения для того, чтобы можно было потом какое-то время спокойно жить с ним? Ну, тут я скажу, что тут не только работа дерматовенерологии, тут идет работа в тандеме пациента-врач. Потому что от пациента немаловажно зависеть. Потому что если доктор рекомендует, если все эти рекомендации выполнять, и как раз, к сожалению, у нас как получается? Назначили лечение, стало легче, значит, уже сильно не беспокоить. Да, и вот можно, да, скажем так. А вот как раз-таки есть моменты, те рекомендации, которые неукоснительно нужно соблюдать. К сожалению, некоторые из них нужно пожизненно их соблюдать. И если соблюдая их, как раз-таки мы видим длительную ремиссию у таких пациентов и улучшение качества жизни таких пациентов. А, к сожалению, когда происходит то, что мы видим, что когда пациент назначен на лечение, начинает лечиться и на полпути бросать не от того, что там, скажем, долго или нутерно, а из-за того, что как раз-таки ему уже полегчало. Стало чуть легче, значит, можно и грешить, и нарушать диету, потому что диета – это одно из самых, скажем так, важных в лечении как раз-таки таких заболеваний хронически-аллергических, вот, и которые нужно очень соблюдать. Я бы еще обсудила с вами такое заболевание, как псориаз, которое, в общем-то, на слуху, и, насколько я понимаю, очень широкая распространенность его. Ну, псориаз у нас, если говорить среди кожных заболеваний, это одно из самых распространенных заболеваний. Ну, скажем, с приходом весны, к счастью, псориаза не происходит обострение, да, мы, наоборот, когда уходим в тепло, псориаз ведет себя, наоборот, в лучшую сторону. То есть он не сюда, не в эту линейку. Да, поэтому, когда происходит весна, солнце, лето, как раз-таки теплые солнечные лучи, это благоприятно оказывается на псориатические высыпания. Таким образом, одним из методов лечения даже псориаза используется ультрафиолетовое облучение, либо СВТ-терапия, либо повод терапии, где как раз-таки механизм ультрафиолетовых лучей. И с приходом весны, тут наоборот, для псориаза это, наоборот, и лучше. Вот эти больные как раз-таки, да. Они не привержены как раз-таки вот аллергическим факторам, поэтому они менее, скажем так, подверженности обострения. Наоборот, у них весной происходит улучшение намного. А летом у них вообще, это рай, можно сказать, по временам года, когда у них, скажем, кожа очищается, обострений практически нету. И до глубокой осени, можно сказать, люди живут в спокойствии. Таких пациентов, да, к сожалению, очень много. И хочу сказать то, что с каждым годом псориаз молодеет. Очень много мы сейчас встречаем, регистрируем псориаз у детей. И от грудного возраста чуть ли до, там, подросткового. Если раньше было, скажем так, большая часть это подростки и старше, а сейчас мы встречаем как раз-таки в детском возрасте. И такие же пациенты также подлежат диспансерному учету, диспансерному наблюдению, совместное ведение с участковыми терапевтами, ревматологами. Потому что вот такие пациенты, скажем, очень требуют внимания. Вот некоторые дерматологи ставят диагноз визуально, а другие назначают множество обследований. Кто прав и как вообще диагностируется, как сложно диагностируется ваше заболевание, заболевание вашего профиля? Ну, если говорить о всем профиле дерматонерологических заболеваний, то могу сказать то, что до 90% с лишним заболеваний кожаных болезней это ставится визуально, да, клинически, как правильно говорить. Не визуально, а клинически. Да, можно назначить различные виды анализа при необходимости, когда есть спорная ситуация, и мы назначаем определенные анализы, как конкретно подозревает данные заболеваний. Например, при псориазе достаточной клинической диагностики. К сожалению, бывает то, что случаи очень схожи с другим заболеваниями, но в таких случаях уже назначаем гистологическую биопсезию, последующую гистологическую исследование для идентификации уже непосредственного диагноза. Но при этом мы уже подразумеваем определенный диагноз, который как раз-таки у нас это имеет место быть. Поэтому говорить то, что назначить кучу анализов для того, чтобы поставить диагноз, ну, при некоторых заболеваниях необходимости такого нет. А при необходимости, например, в дермат-венерологической службе мы все анализы назначаем, можем проводить это у себя, все, что нужно касается, вот, и уже после постановки диагноза мы дальше пациента дообследуем на как раз-таки при назначении той или иной терапии. Вы сказали, что какие-либо кожные высыпания, заболевания нельзя лечить самостоятельно. Почему? Сейчас любой провизор в аптеке с удовольствием предложит какую-нибудь мазь, и, собственно, и она может и помочь, действительно? Ну, на сегодняшний день дермат-венерологическая помощь оказывается в соответствии с порядками, федеральным клиническим рекомендациям и профстандартным врачам. Как раз-таки там везде указано то, что при каких заболеваниях, что нужно, какой терапии проводится. И, скажем, как у нас профессор говорит, то, что эти клинические рекомендации написаны потомой крови. Действительно, то, что человек годами, который работает и видит всю клинику и назначает лечение, кожные заболевания должны лечиться у дермат-венеролога, потому что нужно постоянно в динамике наблюдать за пациентом. Самое главное – правильно поставить диагноз. Зачастую, к сожалению, когда есть такие, да, у нас пациенты, когда к нам попадают после других специалистов, либо после тех же провизоров, которые назначают лечение, к сожалению, бывает то, что тот момент упущенный порой бывает, как раз-таки нужно было бы 3-5 дней для лечения, а теперь приходится 2-3 недели нужно подречь. Почему? Потому что на фоне неадекватной терапии происходит распространение процесса и утяжеление процесса, следствие чего в дальнейшем уже нужно, возможно, и системной терапии. Поэтому не рекомендую как раз-таки лечиться у провизоров, либо особенно у нас, как говорят, по совету друзей, знакомых, у меня тоже самое было. У меня была хорошая мазь. Да, у меня тоже самое было, хорошая мазь, я тебе порекомендую. Потому что для дерматолога одно пятно, например, которое там на теле, на коже имеется, это десятки разных диагнозов. Вот. А для простого человека это пятно, и пятно и есть. А вот для дерматолога это как раз-таки диагностический поиск, это для диагноза как раз-таки нужно выставить и правильно назначить лечение. Давайте послушаем звонок зрителей. Алло, здравствуйте. Добрый день. Добрый. Зовут Юрий Владимирович. Вопрос у меня к вам о ковидный, простой и быстрый. Обратился два года назад к дерматологу, у меня появились красные пятна лице. Значит, при посещении врача он обнаружил и сказал, что это хиборелия. Приписал два вида матерь, утром и вечером, и сказал, что ковидно-борел, борел, ну, я признал, что действительно болел, и это типа последствия ковида. Вот уже прошло два года, периодически я выполняю эти рекомендации, а оно пропадает, вот это вот, скажем, то, что я сказал, лицевое, вот это вот, вот это вот, покорение и прочие, десятые шелушения. Проходит время, опять начинается, а родился еще раз сказал, говорит, ну, это не вылечивается за сноразумом, это долгий процесс. Что он скажет на это? Мы поняли, да, Юрий Владимирович? Да, да, Юрий Владимирович, спасибо за вопрос. Да, 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 Юрий Владимирович, спасибо за вопрос, да. Сиборелия драматита – это хроническое кожное заболевание, это как раз и заболевание, в основном локализуется на коже лица, либо волосей части головы. И оно не вылечивается. Ну, это заболевание хроническое, как сказал, то, что касается перенесенной ковидом, возможно, перенесенный ковид способствовал обострению данного процесса. Возможно бы, если бы не было ковида, может, чуть позже бы, может быть, обострилось данное заболевание. Тут нужно смотреть, тут нужен подход комплексный, не только наружное лечение, да, тут нужно еще обследовать на хронические инфекции, то есть обследовать нужно узких специалистов, это санация чеков хронической инфекции, начиная от лора, стоматолога, Вот вы сейчас посоветовали бы, куда, к какому специалисту обратиться, человеку, который звонил? Ну, я, скажем, звонящий Юрий Владимирович не озвучил, куда обращался к дерматовенерологу. Вот мы в своей практике, мы часто назначаем лечение и рекомендуем тех специалистов, все-таки с вас все равно начинать, с дерматовенеролога. Да, вы можете к нам обратиться в любое наше отделение, единый номер телефона колл-центра для записи, это 8 846 955 0048, и регистратор колл-центра вас запишет, удобно для вам по месту жительства или прописки. И с этим нужно будет просто разбираться тщательно? Это нужно, да, разбираться, потому что, да, заболевание хроническое, периодически имеет место обострение, но нужно проследить, с чем связано данное обострение, и есть ли сопутствующие заболевания, которые нужно в данном случае тоже ликвидировать, чтобы не было обострения. И, возможно, недостаточно массе утром и вечером, да? Рауф Исмилович, хочу перейти ко второй части вашей специализации, врач-дерматовенеролог, и поговорить все-таки, успеть об инфекциях, передающихся половым путем, преимущественно половым путем, поскольку, ну, эта тема тоже актуальная, она никуда из нашей жизни не уходит. Я права. И если я права, то здесь тоже есть какой-то, наверное, рейтинг, что является лидером в данной сфере заболеваний. Ну, скажем так, сколько человек существует, столько и существует инфекция, передающаяся половым путем, только по-разному, в разные времена по-разному назывались. Но на сегодняшний день, как раз-таки, инфекции, передающиеся половым путем, насчитывается более 20 с лишним. Но мы, как дерматовенерологи, регистрируем в основном 7. Это абсолютные патогены. Такие инфекции, как сифилис, гонорея, урогенитальный трехмениаз, хламидийная инфекция, анагенитальная кандилома, генитальный герпес. Ну, вот эти инфекции, как раз-таки, являются социально значимыми. Но это при этом те инфекции, которые вы успешно умеете лечить. Да, конечно, да. Как раз-таки, это те инфекции, которые нужно и необходимо вовремя диагностировать, и нужно их лечить. Если говорить о рейтинге среди всех инфекций, передающихся половым путем, наверное, можно было бы выделить такие инфекции, как хламидийная инфекция, которая есть. Вот. Ну, и мы по итогам как раз-таки, прошлого года отмечаем снижение некоторых инфекций, но в целом мы отмечаем снижение вообще инфекций, передающихся половым путем. Вот. Мы, получается, ставили чуть больше. Это культура населения повысилась или вы стали эффективнее? Ну, тут, наверное, два в одном, да. Тут и мы с своей стороны, и население стало более просвещенным. Вот мы небольшой, скажем так, отмечаем рост регистрации, например, сифилиса, незначительный по сравнению. Например, если брать первый квартал 23-го года и первый квартал 24-го года, но при этом то, что если мы отскок делаем до ковидного периода, 19-й год, с чем мы как раз-таки должны сравнивать, да, мы как раз-таки только-только достигаем тех показателей, которые были в 19-м году. Как раз вот эти годы, ковидные времена, были много ограничений, как раз-таки, в этот период было, скажем, много недообследованных людей, потому что были плановые как раз-таки учреждения, помощь была ограничена, и в данный момент как раз-таки все ограничения сняты, и люди как раз-таки выполняют плановые вмешательства. Вот в этих ситуациях мы как раз-таки активно работаем нашими коллегами по выявляемости, и как раз-таки при выявлении к нам они направляют, и мы дальше с ними занимаемся. Вот, как мне кажется, опасность венерических заболеваний в настоящее время в том, что некоторые из них протекают в скрытой форме. И что это означает? Это означает, что человек в репродуктивном возрасте, не знающий о таком заболевании, может иметь последствия в плане именно репродуктивного здоровья. Как эту проблему победить? К сожалению, да, на сегодняшний день многие инфекции передачи с половым путем протекают в стюартой форме, без явных клинических проявлений. И когда, к сожалению, мы случайно находим те или иные инфекции, порой иногда бывает это, возможно, инфекция несколько лет. И таким образом протекая длительное время в организме человека, наносит вред в первую очередь по репродуктивной системе. Как раз-таки, если проанализировать бесплодие у тех или иных лиц, и можно проследить то, что того или иного было ванамно заперенесенное либо невобранно диагностированное инфекция передаечная с половым путем. К сожалению, у нас население, как мне всегда на приеме говорят, при случайном незащищенном половой связи, она же приличная. У нас, к сожалению, до сих пор бытует мнение, что инфекция передаечная половым путем у тех людей, которые неблагополучные или социальные, но, к сожалению, тут на лице не написано, что данный человек страдает инфекцией передаечной половым путем. И я всегда привожу пример, говорю, вот скажите вы мне, вот вы пришли, у вас мы случайно нашли. Кто может по вашему внешнему виду сказать, что вы, например, страдаете? Вы же прилично опрятный молодой человек. Говорят, да, вы правы. Поэтому, как раз таки, исходя из этого, мы всегда рекомендуем то, что при появлении малейших симптомов незамедлительно обратиться к специалисту, в первую очередь это дерматовенеролог, государственное учреждение, потому что эти инфекции должны лечиться в государственном учреждении. А может ли диспансеризация помочь в этом вопросе? На сегодняшний день инфекции передачи с половым путем включены в программу диспансеризации населения. И на этом этапе как раз таки лица репродуктивного возраста должны пройти обследование на четыре основные инфекции передачи с половым путем. Это гонорея, хламидийная инфекция, трихомониаз и мекоплазма гениталий. Таким образом, мне кажется, что эта проблема может получить свое решение. Ну что ж, разговор наш очень интересным был, время пролетело незаметно, поэтому нам сейчас нужно будет прощаться с нашими зрителями, наверное, с пожеланиями не забывать, где находится отделение, и обязательно проходить во время обследования и не болеть. Я вас благодарю за этот разговор. До свидания. Спасибо большое. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова